7 класс 29 серия Линейная функция Функция вида y равен kx плюс b Графиком является прямая Если b равно 0 Прямая идет через начало координат Через точку с координатами 0,0 Причем если k число положительное Прямая, проходящая через начало координат Находится в первой четверти и в третьей четверти Если нужно построить график y равен 2x плюс 4 Графиком является прямая Параллельная графику функции y равен 2x Сдвиг на 4 единичных отрезка Вдоль оси координат На 4 единичных отрезка Если b отлично от 0 То прямая не идет через начало координат Если k число отрицательное Если b равно 0 Прямая идет через начало координат И прямая находится во второй четверти и в четвертой Допустим, надо построить график функции y равен минус x плюс 3 Сдвиг на 3 единичных отрезка Вдоль оси ординат Параллельные прямые Допустим, надо построить график функции y равен минус x минус 3 Сдвиг на 3 единичных отрезка Вдоль оси ординат Через эту точку пойдет прямая Так, графики вот этих функций Параллельные прямые Как построить график линейной функции? График вот этой функции Как построить k и b заданные числа? Надо знать координаты двух точек И тогда по двум точкам Можно построить прямую Допустим, надо построить график функции y равен 2x минус 1 Задаем значение x Допустим, x равен 0 Какое значение при этом принимает y? y минус 1 Вот, пожалуйста, первая точка уже есть Допустим, x принимает значение 1 Подставляем вместо x 1 Получаем y равен 1 Вот вторая точка Зная координаты двух точек Проводим прямую Это график функции y равен 2x минус 1 Итак, график функции y равен kx плюс b Можно получить сдвигом Графика функции y равен kx на b единиц вдоль оси ординат Графики вот этих функций параллельные прямые Коэффициент при x одно и то же число параллельные прямые На рисунке график функции y равен 1 вторая x или y равен x делить на 2 И второй график y равен 1 вторая x плюс 2 Либо вот в таком виде можно записать x плюс 4 деленное на 2 Так как коэффициенты при x одинаковые 1 вторая Графики вот этих функций параллельные прямые Повторим неопределенные уравнения Однородное неопределенное уравнение вот такого вида имеет бесконечное множество целочисленных решений Все целочисленные решения задаются такими формулами где n целое число Допустим 4x минус 5y равно 0 Это однородное неопределенное уравнение А вот это все целочисленные решения где n целое число Множество целых чисел бесконечно Значит и множество целочисленных решений данного уравнения тоже бесконечно Задавая разные значения n будем получать частные целочисленные решения этого уравнения Допустим n равно 0 Подставляем 0 сюда и сюда Получаем частное решение 0 0 Допустим n1 Получаем частное решение минус 5 минус 4 Минус 5 это значение x Вот если вместо x подставить минус 5 а вместо y подставить минус 4 то равенство будет верно Итак, можно получить столько решений сколько необходимо Первая задача Решить в целых числах уравнения Решений в целых числах нет Потому что значение вот этой разности делится на 2 Делится на 2, делится на 2 Разность делится на 2 А 9 на 2 не делится Будут дробные решения Но целых нет Задача вторая Решить в целых числах В целых числах решений нет Потому что значение этой суммы число делящееся на 3 А 10 на 3 не делится Третья задача Решить в целых числах однородное уравнение Однородное уравнение имеет бесконечное множество целочисленных решений Вот этими формулами задаются все целочисленные решения Давайте запишем b это 7 Значит записываем 7 умножить на n Где n целое число А теперь минус а То есть минус 2 Минус 2 умножить на n n целое Множество целых чисел бесконечно Значит и множество всех целочисленных решений Данного уравнения Тоже бесконечно Однородное уравнение Субтитры подогнал «Бога» Субтитры подогнал «Бога» Субтитры подогнал «Бога» Продолжение следует...